Экология на пределе. Рязань заняла предпоследнее место в рейтинге экологического развития городов России. Мы вспомнили, какие материалы о проблемах экологии в регионе готовила наша телекомпания в течение года. Наркомания и общество. Состоялся очередной круглый стол на тему профилактики оборота и потребления наркотиков. Выпал снег. Пора укладывать асфальт. Дорожники снова удивляют автовладельцев своими действиями. Рязань заняла предпоследнее место в рейтинге экологического развития городов. Всего оценивалось 103 региональных центра и города с населением более 100 тысяч человек. При этом на последней 70-й строчке оказались более 30 городов, которые не предоставили полные данные. Почему Рязань оказалась в числе аутсайдеров, разбиралась наша съемочная группа. Экология под угрозой. К такому выводу пришло Министерство природы России, присудив Рязани 69-е из 70-ти места в рейтинге экологического развития городов. Главным критерием оценки стала работа городских властей. Также учитывался ряд факторов. Среди них чистота воздуха. За истекший период 2017 года уровень загрязнения атмосферного воздуха классифицировался как повышенный в январе, феврале и апреле. В остальные месяцы текущего года он классифицировался как высокий. В августе как очень высокий. И определялся высоким повышенным содержанием сероуглерода в основном в августе формальдегида. Сотрудники природоохранной прокуратуры отмечают, что Рязань промышленный город. На территории региона работает множество заводов и практически на всех есть нарушения. Они разные. Может отсутствовать разрешительная документация или не выполняться мониторинг за состоянием загрязнения атмосферного воздуха. Природоохранной прокуратуры применяются меры и административного воздействия к нарушителям. Вносится представление об устранении нарушений. Если на представление отсутствуют адекватные реакции, то применяются меры искового воздействия. Уже суды обязывают устранить нарушения природоохранного законодательства и привести деятельность в соответствии с требованиями закона. Судебным решением закончился разговор с Рязанской нефтеперерабатывающей компанией. В 2014 году ее обязали модернизировать систему очистки воды. Сбрасываемые с очистных сооружений сточные воды не соответствуют установленным нормативам. Сточные воды сбрасываются в реку Листвянка, которая впадает в реку Аку. При этом стоки, которые поступают на очистные сооружения предприятия, это не только стоки этого предприятия и прилегающих предприятий, но и стоки всего города. Для полного соответствия нормам требуется реконструкция очистных сооружений. Суд разрешил проводить ее постепенно. Предприятие регулярно отчитывается о принимаемых мерах. К минусам региона также отнесли низкую прозрачность, подотчетность и затраты на охрану окружающей среды, высокие потери в тепловых сетях и низкую вовлеченность граждан в экологические акции. Есть у Рязани один плюс. Исследователи положительно оценили число зеленых насаждений в городе. Галина Ершова, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Автомобильные сидения не предназначены для перевозки детей, так как штатные ремни в машине не рассчитаны на маленький рост пассажира. В связи с этим были внесены поправки в ПДД о перевозке детей с самого рождения до 12 лет строго в специальном автокресле. Пренебрежение этим правилам может привести к трагичным последствиям. Подробнее Валерий Седов. Плохие погодные условия и темное время суток – это лишь часть факторов, которые увеличивают факт возможного ДТП. В противовес опасности выступает аккуратное вождение. Но, несмотря на все это, аварии продолжают происходить. 26 ноября, примерно в 22 часа 45 минут в Рязани, напротив дома 8А на улице Шабулина, 46-летний житель областного центра, управляя автомобилем Тойота, при повороте налево совершил столкновение с ехавшим навстречу автомобилем Рено. В ДТП травму получил водитель автомобиля Рено и его пассажир – трехлетний ребенок, которого перевозили без детского кресла. Если вы думаете, что автокресло есть у всех семей, в которых имеются автомобиль и ребенок, то, к сожалению, это не так. Сотрудники госавтоинспекции не раз останавливали машины, где обнаруживали годовалых детей на руках у родителей или вовсе лежащих на заднем сиденье. И родители искренне не понимали, когда автоинспекторы обвиняли их в равнодушии к собственным детям. Серьезные травмы у малышей возможны только при столкновении на невысоких скоростях. Правда, автомобилей, которые ездят со скоростью меньше 30 км в час, в городе не очень-то и много. Статистика утверждает, что детское автомобильное кресло сохранит жизнь ребенку при аварии почти в 90% случаях. Поэтому не стоит пренебрегать таким простым средством безопасности. Круглый стол, посвященный профилактике наркомании и алкоголизма, состоялся в понедельник 27 ноября в Доме общественных организаций. Говорили о роли родителей, педагогов и СМИ в борьбе с этими опаснейшими явлениями. На заседание побывала наша съемочная группа. Профилактика алкоголизма и наркомании среди детей и подростков сегодня стал одним из основных вопросов круглого стола Общественной палаты Рязанской области. Повестка дня не случайна. В зависимости одни из самых страшных явлений нашей современности. И это не просто болезни, от которых умирают, а также огромное социальное зло. По статистике число наркозависимых в нашей стране составляет более 8 миллионов человек. Немалое число из них это подростки от 14 до 16 лет. Практика, которая идет сверху, то есть создание антинаркотических, антиалкогольных программ на государственном уровне, то есть это все здорово, действительно они достаточно качественные, они должны работать. Вся проблема заключается в том, что само население, то есть родители хотя бы и педагоги тех детей, которые угрожаемы по риску начать употреблять алкоголь, наркотики, то есть они должны какую-то проявлять активность снизу. То есть она должна государственная как инициатива поддерживать с какими-то нашими движениями. Профилактика наркомании должна начинаться с родителей. Но роль педагогов, врачей и общественников в этом вопросе также чрезвычайно важна. Именно поэтому круглый стол собрал представителей из самых разных профессий. Позвали те стороны, которые могут привести нас к решениям, в первую очередь. Но уже есть, намечаются решения. И возврат к тестированию на наркотики, которое было предложено и отвергнуто. И работу по пропаганде, которая тоже не особо ярко ведется. И родительский комитет должен включаться в активную работу. В школу должны работать специалисты, рассказывая ребятам, которых сейчас не пускают в школу. Надо, чтобы их пускали. Участники сошлись во мнении, что профилактику стоит строить на вовлечение молодежи в активную и позитивную досуговую деятельность. На мой взгляд, самый действенный метод по профилактике наркомании и алкоголизма, наверное, это правильный, интересно организованный досуг подростков. Потому что именно организованный досуг и интересно организованный досуг позволяют увлечь детей, позволяют им самим определиться с тем, что им интересно. Пропаганду здорового образа жизни стоит активизировать и в интернет-пространстве, так как оно сейчас занимает значимое, а зачастую и авторитетное место в сознании современной молодежи. Алена Куколева, Игорь Глотов, телекомпания «Город». Водители, закончившие российские автошколы, не могут правильно оказывать первую помощь. Выяснилось, что экзаменационные вопросы составлены некорректно, и все предлагаемые варианты ответов к некоторым из них неверные. Это приводит к тому, что на практике будет проблематично оказать первую помощь, например, остановить кровотечение или сделать искусственное дыхание. Межрегиональная ассоциация автошкол обратилась в ГИБДД с просьбой устранить несоответствие в экзаменационных билетах. Правда ли это и какой порядок действий верный, выяснял Валерий Седов. Вторник, 21 ноября. Улица Есенина. На видео запечатлен момент ДТП. 39-летний мужчина за рулем автомобиля Hyundai совершил наезд на женщину-пешехода. Водитель бросился ей на помощь, а вот пассажир просто поспешил уйти с места происшествия. Никаких попыток оказать какую-либо помощь на видео не попало. Женщина скончалась в машине скорой медицинской помощи. Такой случай в городе не единственный. К сожалению, аварии со смертельным исходом по-прежнему имеют место быть. Из общего количества – минимальная часть тех, где первая помощь действительно была необходима и могла бы спасти жизнь человеку. В настоящий момент Межрегиональная ассоциация автошкол направила письмо на имя министра внутренних дел Российской Федерации с просьбой рассмотреть предложения, выработанные по итогам Международной конференции «Автошкола-2017». В них указано, что содержание утвержденных ГИБДД и экзаменационных билетов необходимо привести в соответствие с требованиями законодательства в вопросах по первой помощи пострадавшим в ДТП. Один из примеров – четвертый билет, двадцатый вопрос. Тема – сердечно-легочная реанимация. Во всех вариантах указано неверное положение рук, заявляют эксперты. По правилам оказания первой помощи они должны быть сложены в замок. В билетах перечислены другие неверные варианты, например, крест-накрест. Теперь мы раздеваем человека, находим точку в середине грудной клетки, на два пальца выше мечевидного отростка, кладем основание ладони, сверху второе и начинаем качать, выполнять нажатие. 30 компрессий, а затем два вдоха. Повторять до тех пор, пока человек не придет в сознание или не приедет в скорая помощь. Александр Казминский, ассистент Центра симуляционного обучения, говорит, что все водители должны знать основной момент – как проводится сердечно-легочная реанимация. Помощь экстренную мы оказываем пострадавшему только если есть угроза жизни. В 2016 году в Центре симуляционного обучения прошли подготовку все сотрудники ОМВД Рязанской области. Такая подготовка у них каждый год. Все сотрудники госавтоинспекции проходят сертификацию показания доврачебной помощи. И все сотрудники сдают экзамен в языческих учреждениях. Другой пример. Билет номер 21, вопрос 20. Наложение жгута при кровотечении. В билетах сказано не менее 3-5 сантиметров от раны. В наложении жгута есть несколько тонкостей. У Александра в руках – атравматический жгут, который есть в каждой автомобильной аптечке. При обильном кровотечении с конечностей необходимо накладывать жгут на эти же конечности. Места наложения жгута у нас бедро и плечо. Стопроцентное показание к наложению жгута – это артериальное кровотечение. Если кровь бьет алой струей, бьющей под большим напором, здесь без оказания помощи человек умрет достаточно быстро. Конкретно этот жгут не требует никакой ткани или подкладки. Оптимальное время для наложения жгута – полчаса. Александр объяснил нам, почему нужно накладывать его именно в этих местах. Анатомически, если вы видите скелет, у нас на дистальных частях конечностей имеются две косточки. Если мы говорим о ноге, то это большая малоберцовая. Если говорим о руке, то это лучевая и локтевая кости. Поэтому анатомический сосуд, из которого кровоточит, может проходить между двумя этими образованиями. И мы не сможем мышечной тканью задавить этот сосуд. Если в ЕГЭ по какому-либо предмету есть разночтение в формулировках или правилах, то хороший педагог объяснит своим ученикам и расскажет, как правильно на самом деле. То же самое касается и первой помощи. Неточности в билетах на право управления транспортным средством исправляют преподаватели автошколы «Магистраль». Сейчас большое внимание оказывают медицине в автошколах. Потому что водители, они оказываются в первые минуты всех ближе у пострадавшего. И поэтому я вас должна научить, как это делать до приезда бригады скорой медицинской помощи. В распоряжении преподавателя – манекен Гоша, на котором она обучила больше сотни водителей. Приемы сердечно-легочной реанимации ничуть не отличались от показанных Андреем Казминским, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма. Также автошкола «Магистраль» проводит обучение школьников на бесплатной основе знанием ПДД и оказанием первой помощи. Более профессионально, конечно же, этот материал подается будущим водителям. Причем делается это так, чтобы во время чрезвычайной ситуации человек не потерял контроль над собой. Сейчас НИИ Организации информатизации здравоохранения разрабатывает стандарт программы обучения инструкторов первой помощи для всех типов обучения. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, Игорь Глотов. Телекомпания. Город. В выходные в соцсетях появилось видео дорожных работ. Прямо на выпавший снег дорожники укладывали асфальт. Видео, естественно, стало весьма обсуждаемым. Скепсис рязанцев связан с отсутствием логики в действиях дорожников. Многие в комментариях шутили. Асфальт вызовет таяние снега, потом снег, растаявший, станет льдом, что обеспечит более крепкое покрытие проезжей части. Весной асфальт утечет вместе с растаявшим снегом. В комментариях пользователи соцсети прикрепляли документацию стандарта СНИЛС, в которых сказано, покрытие и основание из асфальтобетонных смесей следует устраивать в сухую погоду. Укладку горячих и холодных смесей следует производить весной и летом при температуре окружающего воздуха не ниже 5 градусов Цельсия, осенью не ниже 10 градусов. Теплых смесей при температуре не ниже минус 10 градусов Цельсия. Допускается производить работы с использованием горячих асфальтобетонных смесей при температуре воздуха не ниже 0 градусов при соблюдении следующих требований. Толщина нужного слоя должна быть не менее 4 сантиметров. Необходимо применять асфальтобетонные смеси с паф или активированными минеральными порошками. Устраивать следует, как правило, только нижний слой двухслойного асфальтобетонного покрытия. Если зимой или весной по этому слою будут передвигаться транспортные средства, его следует устраивать из плотных асфальтобетонных смесей. Верхний слой допускается устраивать только на свежеуложенном нижнем слое до его остывания с сохранением температуры нижнего слоя не менее 20 градусов Цельсия. Укладку холодных асфальтобетонных смесей следует заканчивать ориентировочно за 15 дней до начала периода осенних дождей, за исключением смесей с активированными минеральными материалами. Очевидно, действия рабочих на видео крайне противоречат тому, что сказано в СНИЛС. В последние годы в России ежедневно пропадают без вести примерно 300 человек. Получается, что общее количество пропавших за год людей колеблется в пределах от 70 до 100 тысяч. Быть может, кто-то из рязанцев, увидев сейчас следующую фотографию, узнает в мужчине своего родственника или знакомого. Всем, кто обладает какой-либо информацией о нем, просьба сообщить об этом в полицию для установления личности. Мужчина, представившийся именем Петр, не имеет при себе документов и не может предоставить о себе более точной информации, кроме обозначения своего имени. Сотрудники полиции обнаружили его в одном из реабилитационных центров в Тамбове, где происходит лечение от зависимостей. Мужчина мог приехать туда из любого региона. К слову, реабилитационный центр, о котором идет речь, уже попадал в поле зрения правоохранителей. Два года назад там были обнаружены граждане, находившиеся на тот момент в федеральном розыске. Так что в этот раз полицейский просит помочь в установлении личности этого мужчины. Если кто-то располагает информацией об этом человеке, просьба поделиться ей с полицейскими. Это необходимо для всеобщей безопасности. Рабочее совещание на тему вовлечения общественности в реализацию программ и проектов на территории Касимова состоялось 22 ноября. Его провела исполняющая обязанности главы администрации Нина Никитина. Разговор на нем шел о реализации приоритетных программ, которые касаются улучшения качества жизни всех и каждого. В ходе работы Думы депутаты рассмотрели ряд вопросов. Они касались приватизации объектов муниципальной собственности, передачи в безвозмездное пользование земли и участие народных избранников в комиссиях пригород-администрации. Перед тем, как депутаты начали рассматривать дополнительные вопросы повестки дня, Александр Сучков выступил с критическими замечаниями. Я вот уже четвертый или не помню какой по счету раз, соответственно, нахожусь в Думе. Мы обсуждаем назначение помощников, депутатов и так далее. У меня такой вопрос. У нас в городе что, других проблем не существует? У нас водоканалы банкротятся, у нас бюджет практически пустой, город полубанкрот. А по большому счету, вот эта вот повестка дня, ну, с точки зрения, ну, серьезного подхода, ну, это профанация. Где на сегодняшний момент реальные проекты, реальная работа администрации? Где? Наиболее важный, на наш взгляд, вопрос был вынесен как дополнительный. Депутаты решили, кто же примет участие в работе комиссий по проведению конкурса на замещение должностей главы городской администрации Касимова. На сегодняшнее время, вот сейчас, нет смысла менять ИО на ИО. Это просто называется, ну, истерические какие-то решения. У нас остается до назначения нового главы администрации всего один, там, два месяца примерно, да, это у нас декабрь, январь, и у нас уже будет как бы вынесено какое-то решение о том, кто у нас станет главой. Я считаю, есть такая пословица, коней на переправе не меняют. И русские пословицы, они идут глубоко из давних времен, и они, как правило, всегда обыгрывают все наши любые домыслы на сегодняшний день. Поэтому я считаю, что это просто глупость величайшая была бы. Однозначно, в городе Касимове есть кандидатуры, абсолютно достойные этой должности. Я также думаю, что они не только есть в Касимове, но, может быть, там, и в Рязани, или еще где-то. Пускай предлагают, мы будем смотреть. Пока на сегодняшний день документы никто, естественно, не подал, потому что только сегодня мы объявили о начале конкурса. Поэтому будем смотреть, мониторить эту ситуацию, нам самим это интересно, потому что депутаты тоже пока не знают, насколько... Мне, например, неизвестно, кто будет подаваться. Будет ли это Никитина, будет ли там с Рязани кто-то, будет ли еще кто-то. Будем смотреть по обстановке, поэтому пока на сегодняшний день такая ситуация. В одну-второй комиссии войдут Олег Семенов, как представитель депутатского корпуса, Зоя Козлова, как общественный деятель, и Ольга Михайлова, как сотрудник аппарата Думы в целях юридического сопровождения. Остальные трое будут представителями областного центра. Следующее заседание Касимовской городской думы состоится 21 декабря текущего года. Для рязанских поклонников лыжного спорта, как и в минувшем году, обустраиваются четыре трассы. В мемориальном парке 5,3,2 км, в лесопарковой зоне в районе торгового городка 5 км, в поселке Солоча 3,8 км и в селе Галенчино 5,2,5 км. Об этом докладывает портал администрации Рязани. Лыжня в мемориальном парке уже готова и ждет первых любителей активного отдыха. Также впервые работает пункт проката лыж. Со схемами лыжных трасс можно ознакомиться на сайте Управления по физкультуре и массовому спорту. На этом у меня все. До следующих выпусков и хорошего завершения дня. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok